Приветствую всех на YouTube-канале Зная24, спасибо, что смотрите, не забываем о лайках, комментариях и подписке. Михаил Чаплыга у нас в гостях, рады вас видеть, давно не общались. Здравствуйте, давно, здравствуйте, мы один из лучших каналов, который очень люблю. Спасибо большое, а я ежедневно читаю в вашей Facebook допысы, и вот, собственно, сразу можно по вашему Facebook проходиться и задавать вопросы. И, наверное, начнем все-таки с Косово и Тайвань, потому что достаточно такая сложная ситуация была на выходных, заставила понервничать. И вот во вчерашнем разговоре с одним экспертом он так обозначил, что Тайвань, если бы действительно рванула, для Украины были бы более плачевные последствия, чем в Косово. Вот ваше мнение какое? Ну, смотрите, дело в том, что и Косово было бы очень плачевным. То есть это два знака. Значит, я вижу всю эту картину глобально. То есть я могу ошибаться где-то в каких-то деталях, датах, там, чем-то еще. Я вижу глобально следующую картину. Значит, в США есть партия войны и партия мира. Да, ястребы и голуби. Оно всегда так было, и они есть во всех, ну, то есть и в республиканцах, и в демократах. Уже особо... К чему веду? Веду к тому, что вот эти вот голуби, они начали переговоры с Россией. Давайте назовем вещи своими именами. Внезапно, под предлогом какого-то Бута, про которого сто лет как все забыли, да, с обещаниями, что говорить будут только про Бута, вдруг состоялись телефонные прямые переговоры между Россией и США, где, как я и предвидел, состоялись переговоры именно по Украине, именно по Украине, и где по ходу пьесы поговорили также и про Бута, по ходу пьесы, понимаете? То есть, ну, лизуитство-то какое. В этот же день, значит, кто-то выступает против таких переговоров, потому что эти переговоры – это, по сути, принуждение к миру, по большому счету, понимаете? Потому что кому-то нужно торговать. И все, уже как бы... Вот, нас это, естественно, не устраивает, вы же это понимаете, да? Да. Ну, это вызовет и политические потрясения и так далее. Я где-то уже говорил о том, что определенные элиты в США, они сделали другие ставки. То есть, они хотят видеть другую политическую элиту тут, более лояльную, ну, и так далее. Значит, это пусть набирается на себя негатива, уходит, подписывает все, что нужно, а пусть у нас будет новое в новых условиях. Все то же самое, как они провернули с товарищем Джонсона в Британии. Значит, есть две партии, да? То есть, партия вот эта мира, которая хочет все это на переговоры и так далее, идет принуждение. Есть Британия, которая говорит, мне нифига, кино не будет, значит, мы будем... До конца. Да? До конца, да. Соответственно, позиция Британии является, по сути, политической крышей действующей власти, которая ведет эту игру на сражение с Россией. А есть некая, значит, игра среди демократов, то, чтобы был мир. Ну, и Киссинджер вам эта фамилия во многом, наверное, говорит. При этом этот дедушка, он всего лишь является спикером. То есть, это... Ну, он рупор, да? То есть, бумага, на которой выходит газета, но никак не смысл того, что напечатано в этой газете. Вот. Они принуждают к большому миру. Понимаете, в чем дело? То есть, вот как оно идет. И когда Джонсон уже начал сильно играть в эту всю игру, вот, возник вопрос о том, что нужно разворачивать войну на территории ЕС, соответственно, нужно подписать очень жесткие... Ну, кстати, еще раз чуть-чуть в истории. Потому что люди, знаете, видят только сегодняшний слайдик, они не знают предыдущих слайдиков. Предыдущий слайдик. Была такая себе Тереза Мэй. Тереза Мэй выступала за мягкий Brexit. А элита в Британии, старая аристократия, выступала за жесткий Brexit. А это очень жестко. И Тереза отказывалась это подписывать. Она выиграла. Вот он, доверие, все. Но сама собрала монатки и ушла. Ее подставили. И она вынуждена была собрать негативы и уйти. Кто же готов был подписать жесткий Brexit? Это готов был сделать Джонсон. Теперь стал вопрос о том, что нужно подписать очень жесткий выход из договоренности между Британией и ЕС. Джонсон был не готов это делать. И набрал много негатива. Плюс вторая составляющая. Джонсон играл против этих новых аристократов США, элиты, которая выступала за мир, а Джонсон выступал за продолжение сопротивления и так далее. Так как, собственно говоря, мы и хотим. Ну и где Джонсон? Ну то есть Джонсон, я правильно понимаю, что, знаете, уже называть вещи своими именами. Джонсон готов был воевать на территории Британии, грубо говоря? Или пустить? Нет. Джонсон выступал за то, чтобы Украина не сдавалась накачивать ее дальше, поддерживать. Наши именами, но их возможности. Ну у них свои интересы. И поймите, они родились в эпохе, ну то есть эти страны возникли в эпохе до возникновения Украины, очевидно, будут в далеком будущем. Да у них свои исторические войны. Они воюют. Британия всегда воюет за моря и проливы. Всегда. Это торговая страна. Вот. Поэтому у них свои войны, свои интересы и так далее. Вот. Но в данном случае интересы. Нет вечных друзей, вечных врагов. Есть вечные интересы. И тут интересы Британии совпали с интересами Украины. Потому что мы не хотим сдаваться, мы хотим бороться до упора. Мы хотим бороться. Ну вот так это построено. А глобальные торговые элиты говорят, ну слушайте, мы уже поигрались, нам как бы все понятно, давайте это дело разруливать. Ну и все понятно, да? Нашла коса на камень, да? Обратите внимание, трагедия в Еленовке произошла в день, когда состоялись телефонные прямые переговоры впервые между Россией и США. Да. Ясно, да? Хорошо, идем дальше. Значит, теперь что мы показали? Ну, то есть, мир нам показал. Показал две точки напряжения. Тайвань – это полное отвлечение внимания вообще от Украины, в принципе, и от Европы. И перемещение войны преждевременно, потому что война между Китаем и США в том или ином виде, она неизбежна, потому что в том или ином виде Китай в перспективе пяти лет в любом случае забирает Тайвань. Ну, в Рейнере попробую. Вы же это тоже понимаете. И это понимают военные, в том числе и в США, и в КНР и так далее. Но просто никому не нужна она сейчас. А помните, в чем заключается переворот доски, о котором я говорил? Все равно случится неизбежно. Поэтому переворот доски заключается в чем? Перевернуть ее до того, как это сделать большие бракеты. То же самое, что я говорил про Украину, касается Тайвани, то, что происходит сейчас. И то же самое касается Сербии и Косово. Что такое Косово для Сербии? Косово, оно не признанно Украиной, между прочим, и не признанно многими странами в Европе. Косово – это сердце и душа Сербии. Нет Косово – нет Сербии. Поймите это правильно. Скажите, пожалуйста, а что нужно было именно сейчас вот так вот взять и отменить все эти ID Сербии, и номера там машинные. Это вообще самая актуальная тема сейчас по ходу пьесы. Нет, но она вот сколько, 4 или 5 лет уже тянется, все время откладывается, и можно было регулировать, да, этот вопрос. Но не так остро. Так остро впервые за 15 лет. Да. И внезапно. А внезапно – это для кого внезапно? Наверное, для тех, кто не знал, что 26 числа состоялся, прошлого месяца состоялся визит так называемого премьера и так называемого министра иностранных дел, так называемого Косово. Куда состоялся визит? В США. Кому? К Блинкену. Кто угомонил? США. Кто разрулил? США. Чьи силы стоят в Косово? Кюйфор. Это силы НАТО. Если бы Сербия зашла туда, с кем бы состоялся конфликт? Конфликт с НАТО. На стороне кого выступила бы Россия? На стороне Сербии. Это был бы, по сути, был бы, по сути, Прокси, но прямой, тем не менее, одновременно, Аксимурон, но тем не менее. Конфликт России и НАТО. Да. Это было то, о чем мечтала НАТО, что, ой, господи, Россия для того, чтобы начать прямые переговоры. Понимаете, да? То есть кто-то показал кому-то, что если вы будете упорствовать по Украине, возникнет еще один очаг и придется разрываться. Причем он будет прямой с НАТО. Прямой. И кто-то чиркнул спичкой, потом ее быстро потушил, намекнул на то, что у него целый коробок. Угу. Ясно, да? Идем дальше. Тайвань. Кто такая Пелоси? Пелоси – это одна из самых богатых людей в США. Пелоси – это та, кто родилась золотой ложкой в политике. Она всю жизнь там была. Пелоси – это та, кто выросла в мире, в котором не существует Украины. Она родилась в мире, в котором существует СССР. Понимаете? В мире, в котором существует СССР. Вот это якобы большая Россия, но это СССР. Китай, которые угрожают США. Она была уже в КНР. Ее оттуда выслали. Ей впаяли штраф. Она устраивала там движ на площади Тянь-Ньмэй. Уже было это. Понимаете? С ней. А теперь это вторая попытка. Вы понимаете, что она представляет ястребов в демократах? И вы понимаете, что она из той породы, в хорошем смысле, которая считает всех этих президентов и так далее. Ну, то есть она аристократ, ну, насколько это возможно. В понимании. Не старой британской аристократии, а новой американской миллионеры этих, чем миллиардеров даже. Она считает, что они аристократы. И она настоящая власть, а не эти переменные там. Понимаете? И вообще она должна быть президентом, а не кто-то там другой. Понимаете? Вот оно как играет. И она готова поджечь сейчас это. Она по сути занимается тем, к чему призывал я здесь. Она занимается переворотом доски. Она говорит, и так, и так война неизбежна. Понимаете? Неизбежна. В перспективе 5 лет. Так давайте перевернем доску прямо сейчас. Здык. Это то, о чем я говорю. Это вызывает сильную радость и удовлетворение в госдепе? Не очень. Потому что у госдепа свои терки с властью, да? Ну, в Китае. А у Си Цзинь этого, Си Цзинь Брэньпина, хороший дядька, между прочим. Который, кстати, на третий срок собирается. Это тоже очень интересно. Вот. Дяденька же хочет быть длинным. В Китае есть короткий и длинный. Он хочет быть длинным. А у него через 100 дней выбор. А выборы внутри партии, это пострашнее, чем выборы демократические. Вы же это понимаете. Он может проявить сейчас слабость? Нет, не может. Нет. Тогда он проиграет. Растяжка сумасшедшая. Просто сумасшедшая растяжка. А Пелоси? Да и плевать вообще на это все. На их договорники между госдепом и КНР. Она переворачивает доску. Чем это закончится, одному богу известно. Но это точно даст шанс им. Ну, тем игрокам, которые это играют. Отличет ли это внимание от Украины? Да. Вредит ли это Украине? Да. Но есть ли на карте, в голове Пелоси, на карте Украины? Нет, нет. Она родилась в ту эпоху, когда ее не было. Ей на это плевать. И я вам более серьезно скажу. Они играют более другими цифрами. Они играют другими понятиями, другими категориями. Понимаете? Поэтому нам это все нахрен, извините, сейчас не надо. Потому что фокус уйдет вообще. Тайвань по сравнению с Украиной, это как слон и моська. Понимаете? В глобальных войнах и так далее. Вот. Поэтому нам это нафиг не надо. Но тут у нас совпадает интерес с госдепом. А по каким вопросам госдеп упирается еще? Госдеп упирается по вопросу признания России страной спонсором терроризма. А что означает признание России страной спонсором терроризма? Очень просто. Это означает, по сути, начало прямой. С кем торгует Россия? Опять же, это Китай тот же. Правильно. Это просто взять. И вычеркнуть. По Китаю. А вы же понимаете, что Китай и США это как две стороны одной монеты. Они взаимозависимы. То есть, по сути, то, что хочет Пелоси, она хочет реально перевернуть доску и объявить ядерную войну по большому счету Китаю. Но, я вам еще раз говорю, по сути, вот это вот то, что происходит там, это объявление внезапной ядерной войны Китая. И шантаж, который сейчас перед выборами в США, там же что же выборы? Правда? Причем очень серьезные. И причем демократы там теряют все, по большому счету. Вот. По сути, признание России страной спонсором терроризма с точки зрения США и Китая является нанесением превентивного ядерного удара по Китаю со стороны США. Но вы же понимаете, что ударит сам по себе. Понимаете? Это глобальная лодка. Мы сидим в одной глобальной лодке. Не может корма ударить по носу и думать, что ничего не случится. И нос покормить. Вы же это тоже понимаете. Так вот, ПЛС переворачивает доску. Но посмотрим, конечно, чем закончится. Бог его и святой знает. Но, то, что для нас это прошиво, это однозначно. Потому, что это вот, значит, грубо говоря, кто-то потряс коробком спичек там, на Балканах, и показал, что может быть кое-что поярче, чем в Украине. Или как минимум отвлекающе. И кто-то теперь трясет коробком спичек, но уже над пороховой бочкой там, в Азии. И это тоже прошиво для нас. А по сути, мы имеем борьбу двух домов. Один большой дом играет за торговлю и отсрочку большой войны. А второй дом играет на то, чтобы подожглось прямо сейчас. Глобально. Но с точки зрения Украины я говорил и говорю. Переворот доски, но не там, не в Китае, а здесь. Выгоден нам. Но, видимо, видимо, эту тактику и стратегию понимают и те, кто представляет, кого представляет Пелоси. Но они, для них, Украина это слишком мелко. Они играют глобальную игру там. И они тоже хотят перевернуть доску. К чему веду? К тому, что значит, как минимум, стратегия переворот доски правильная. Другое дело, что она категорически страшная и опасная. Очень рискованная. Но я утверждаю, что и так, и так, по итогу будет то же самое. Только мелкими шажками. Я предлагаю сделать это прямо так сейчас быстро, как это делает Пелоси там. Хотя нам то, что она делает время. что у нас это сделать? Потому что вроде бы военную технику дают, ракеты на 300 дают. То, что нужно для переворота этой доски, насколько я понимаю, из того, что вы говорите. Да. Я вчера написал анонс, и он справдился. Ну, откуда я сделал выводы? Значит, вчера состоялось то, что обычно, ну, это дежурная, в принципе, ситуация. Опять же история. Потому что, чтобы мы мыслили... Да, да. Слайдиками. Вот они сегодня слайдики, это новое открытие. Нет, это десятый слайдик в очереди. Значит, началось с чего? Началось с прямых переговоров Байдена и Зеленского, где было по предложению, ну, двух сторон, Байдена и Зеленского, было предложение, как, ну, не может же президент и друг другу постоянно звонить каждый божий день. То есть, нужен механизм взаимодействия. Они предложили, механизм взаимодействия будет на уровне постоянного, на уровне с Украины, от Украины это будет Ермак, от США это будет Салливан. Вот. А помните Спарц, по кому била? По Ермаку? По Салливану. И по Салливану. Она же по двоим влупила. И влупила по поставкам оружия. Да. Понимаете? Ну, то есть, ей плевать, эти внутренние партийные у них разборки, она ударила и по Украине, по сути, понимаете? Тут же вопрос не в фамилии. Ну, ладно. После чего? Значит, ну, после того, как появилась вот эта пара Байден-Салливан, по предложению туда, после переговоров Байдена и Зеленского, тогда эта пара была расширена до 2 на 2. Ну, тут формат 4. Туда был, по предложению Ермака, включили заложного, потому что нужно говорить о вооружении, а со стороны США вошел Мили. И эта четверка абсолютно нормально, нам поставляли оружие, поставляют и так далее, и так далее. Она работает. И, невзирая на все вот эти политические разборки и так далее там в США, она работает. Но, вчера состоялась переговоры или встреча, ну, пусть даже в таком виртуальном формате, но встреча, но в расширенном формате. С Украины был Кулеба, как министр иностранных дел, но очень важно, со стороны США был Блинкин. И говорили о новом пакете военной помощи. И это еще до Ленд-Лиза. И этот пакет был оглашен. Причем он очень существенный для нас. Там и Хаймарсы, там и огромное число этих снарядов, и дроны, нам очень нужны дроны. Все это было. Ну, я сказал, что когда такой формат в таком расширенном проходит, значит, будет что-то серьезное. И это произошло напередодни, напередодни анонсированного нами контрнаступления на Юрию. И нам это очень важно. И очень важно, что это было объявлено, и уже оно в работе, уже идет работа по этому всему. Поэтому это очень хорошо и очень-очень-очень важно для нас. Вот. Ну, я предвидел, что оно такое может быть, потому что такой формат, он зря не бывает. Плюс были анонсированы прямые переговоры с Зеленского и Байденом еще раз. Это тоже очень серьезно и важно. То есть, это не только с точки зрения, о чем они поговорят. Мы же понимаем, такого уровня люди могут говорить и откровенно о чем-то, и дипломатически. Но очень важен сам знак того, что они говорят. Напрямую. Это очень политически важно. Ну, то есть, еще раз, подведя, например, итог всех этих переговоров. то есть, для кого-то это кажется, что типа это, мол, спорадическое, из ряда вон выходящие и так далее, что встретились, поговорили. Нет. Четверка работает постоянно, оружие идет постоянно, невзирая на все эти выпады с парц, и так далее, и так далее. У нас все реально под контролем. То есть, ну, кто говорит, что какая-то там возможно торговля американским оружием и так далее, но это глупые люди, потому что чем? Мы зерно даже вывезти не можем, к какому оружию вы ведете речь, через куда можно, ну, в принципе. А если кто-то думает, что американским оружием можно так свободно торговать, то нет, ребята, нет. То есть, это не тот случай. Плюс, у нас введены системы контроля, аналогичные системам закупок, прозрачности и аудита этих закупок натовским. Ну, то есть, мы полностью, под полным колпаком в хорошем смысле этого всего. Ну, насколько я понимаю, они же отслеживать могут свои положения. Все могут, все могут делать. Все под контролем. Но выпады были, да, ну, смешные, но политические, но были, да, слава богу, пошли, канули в лету. Но, я к тому, что эта четверка работает по стояно, но вчера она была расширена до еще участия министра в иностранных дел. Я понял, что это очень знаково, особенно сейчас. И это очень важно было. То есть, теперь нам эта поставка есть. Теперь мы говорим, перевернуть доску. Что это значит? Это значит контрнаступление на юге. И это значит нанесение ударов по стратегической военной инфраструктуре врага на нашей конституционной территории. Трактуйте мои слова, как хотите. Ну, трактуйте, как хотите. Парада, парада этого военного морского, морского в России трошки обкакались, его не будет, да? Рассказали про какой-то дрон. Маленький. Ну, дрон был маленький, а, знаете, как вам это? Когда собака в лесе гаукнула, вроде гаукнула не сильно, а эффект получился очень существенным. Понимаете? Ну, то есть, вот оно как-то у них так получилось. То есть, вы же понимаете, что... Вот то, что в Крыму уже начали появляться вот такие вот листовки, как в Херсоне, это ведь тоже знаково, несмотря на то, что Крым все-таки, ну, достаточно пророссийский был. Ну, что значит достаточно пророссийский был? Ну, нам показывают картинку, что он пророссийский. Если кто-то взял паспорт, потому что он хочет жить, ну, потому что людям нужно ходить в магазин, иметь какую-то работу, переоформить собственность в конечном итоге, пользоваться, не знаю, медициной, там еще чем-то. Помните, даже призывали получать эти паспорта, если их насильно вообще выдавали, понимаете, в чем дело? Ну, так что... Очень много людей было завезено, да, в Крым уже с паспортами Российской Федерации и вот коренных русских. Ну, это же сталинские методы, оно же ничего нового, но среди украинцев, давайте они говорят, они имели, мы могли про них слышать там через российские СМИ? Что, русские СМИ выходили бы и говорили, что украинцы против? Нет, конечно, и в рот запрятали. Ну, поэтому говорить о том, слабые или сильные проукраинские настроения в Крыму, это, знаете, ни о чем. Жизнь пока, как это? Доследным шляхом мы это выясним, понимаете? Поэтому давайте проводим у ЦК видоследов. Вот и доследным шляхом мы это уточним. Я думаю, что результаты для русских будут очень неприятны, потому что как раз позиция украинцев в Крыму, она проукраинская. И вопрос не в бабле, понимаете? Вот на каким-то этапе вопрос становится не в бабле, не в привилегиях или в чем-то еще. То есть если мы говорим о Крыме и отношении украинцев, это, знаете, как отношение к маме. И вопрос не в бабках, привилегиях или в чем-то еще. Мама может быть бедной, мама может ничем не помочь, ну, в плане финансового, может быть, организационного. Может, мама и не решала какая-то большая, которая могла бы там что-то порешать. Но это мама. Да, кто-то другой, какая-то мачеха, может дать тебе и денег, может дать тебе новый айфон, может там какие-то порешать тебе. Скажите, пожалуйста, вы бы отказались от своей мамы и променяли ее? Нет. Вот так же касается и многих-многих других. Да, на вопросы, нравится ли вам айфон или нравится ли вам то, как вам решают, да, ответят да. Является ли это выводом о том, что украинцы предадут свою маму? Нет. Нет. Вот. И это та неприятность, ну, грубо говоря, с которой столкнутся русские, неприятная реальность для них, с которой они столкнутся, когда мы доследным шляхом проверим, а кто же там все-таки лоялен, понимаете? Вот. Поэтому я говорю, мы должны перевернуть доску. И, собственно говоря, об этом идет речь. И эти поставки, эти переговоры, это доверие, между прочим, которое оказывают нам партнеры и так далее. Особенно сейчас, преддверие контрнаступления на юге, это все очень-очень важно. И оно вселяет веру. Вот на этой прекрасной ноте давайте поставим три точки, ждем переворота доски. По вашим прогнозам, я еще, как обычно, пять копеек вставлю. Это переворот доски. Когда должен произойти? Ну, это август месяц. Очень сложно сказать, когда. Но это в любом случае, это первая декада августа. Начало. Тогда ждем. Вам огромное спасибо за то, что нашли время и поговорили с нами, с нашими подписчиками и нашими зрителями. Я традиционно в конце каждого интервью желаю хорошего дня и мирного неба над головой. Друзья, я уверен, что каждый из вас по мере своих возможностей работает на нашу спільную победу и помогает тем, кому сейчас наиболее. На жаль, война тревает. Я особисто втратил кілька своих добрых знакомых на фронте. Молодых Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшего Святослава Стеценко. На фронте и сейчас наиболее сини и доньки Украины. Они заслуговывают на транспорт, который может врятовать жизнь и победить победу. Мы с товарищами решили объединять усилия и започаткували инициативу «Авто для фронта». Наши мать втим, как много боли украинских оборонителей приехали живыми. Сбираем деньги на автомобили для наших защитников, которые сегодня мужно стримуют и успешно нишчать врага у найгарячих точках фронта. В першу чергу для разведников и медиков. Авто на фронті – это не роскіш. И не просто засіб пересування, это очень часто реальный шанс врятувати поранених, вчасно выехать с подземь. И просто вернуться живыми завдань на свою позицию. Ви бачите на экрані QR-коди карток моно-приват, за которыми ви можете переказати будь-яку суму, просто наливши на них камеру своего телефона. Реквизиты карток, криптогоменции и PayPal продубльованы в описании под видео. Схема така, как только не собирается сумма достаточно для покупки подходящей автовки, а нашим братам на передовій в первую очередь нужны надежные дизельные позашляховики, мы покупаем ее, проверяем технический стан, фарбуем и сразу отправим на фронт. Залишок суммы иде на наступное авто. И так працюем до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій подходящий автомобиль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на фейсбук сторинці, посилання на неї під відео. У єдності наша сила, і ніхто нас не здалає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте. Разом до перемоги. Слава Україні! Підписуйтесь! 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 Підписуйтесь!